Бодрость просит, придите, поклонимся и припадем до Христу. Спаси мы, Сыне Божий, воскресе из мертвых поющий отель. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси мы, Сыне Божий, воскресе из мертвых поющий отель. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси мы, Сыне Божий, воскресе из мертвых поющий отель. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Притресни в небесе Божий и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, где снится Твоя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, всех вас я поздравляю с Днем Памяти Святителя Василия Великого. Также в этот день Святая Православная Церковь совершает праздник обрезание Господа Нашего Иисуса Христа. Данный обряд был установлен еще Ветким Заветом Святым Параонцем Авраамом. И данный обряд служил знаменем или знаком союза или завета между Богом и человеком. И обряд обрезания был совершен над Господом Иисусом Христом, над полноправным членом израильского общества. У нас может возникнуть вопрос, почему же мы совершаем этот праздник, который имеют древние еврейские органы? Почему Церковь обращает наше внимание на данный евангельский сюжет из земной жизни Господа Иисуса Христа? И здесь может быть вполне очевидный ответ, что все Евангелие говорит нам о том, как Господь пришел в наш мир для того, чтобы пострадать в радость во сне всех людей, для того, чтобы проявить эту величайшую божественную любовь даже до крестной смерти. Мы видим, как Господь в Рождестве становится человеком, а в обрезании Господь подчиняется закону. Потому что Христос говорит, что Он пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить. Прежде чем дать много заветов, дать нам заповеди блаженств, Господь Иисус Христос должен был исполнить весь Ветхий Завет. И в этом, братья и сестры, мы можем видеть педагогический момент. Евангелие и жизнь Господа Иисуса Христа учат нас о том, что прежде чем мы должны стремиться к высоте духовной жизни, вначале мы должны исполнить заповеди Божии, должны исполнить закон Божий. Прежде чем достигнуть бесстрастия, мы должны стараться побороть свои личные грехи и страсти. Проще говоря, прежде чем стать человеком Нового Завета, каждый христианин должен побороть себе ветхого греховного человека. Обряд обрезания имел глубокое значение в Ветхом Завете, потому что это был видимый знак, который защищал Боговизбранный народ, народ Израиля от греха язычников. И в то же время закон Моисея учил каждого верующего человека обрезать свое сердце, то есть стремиться к Духам приближаться к Богу, исполнять его святые заповеди, быть кротким, любить Бога, любить ближних, почитать родителей, не обманывать, о чем нам говорят святые заповеди Божии. Однако ко времени земной жизни Господа Иисуса Христа сам Спаситель говорит нам о том, что люди исполняют внешний закон Божий, но исполняют ли они его внутренне, говорит, что приближаются ко мне люди, которые почитают меня языком, а сердце живет, далеко стоит от меня. Мы можем вспомнить притчу Господа Иисуса Христа о мытареке форисеи, где законник, где форисей, мурится Богу и говорит, что вот он дает десятину, он два раза в неделю постится, он не приподействует и внешне вроде бы не перешит. Но Ивангелие осуждает данного человека, потому что в его поступках нет подлинной любви к ближнему, а вместе с тем и отсутствует любовь к Богу, потому что законник превозносится над своими ближними, над своими братьями. И поэтому Спаситель обращает наше внимание на том, что мы должны бороться против страстей, мы должны очищать свое внутреннее сердце, мы должны стремиться, чтобы искушения или соблазны в веке сего не стали выше нашей любви к Богу. Это было недоступно ветхозаветному человеку, это доступно всем нам, православным христианам, потому что в церковных таинствах, в крещении, в исповеди, в причастии всем нам изобильно подается божественная благодать, божественная сила, которая приближает нас к Богу, помогает нам исправлять нашу падшую природу. И вот сегодняшний день, братья и сестры, праздничный, воскресный день, который также совпадает и за Старым Новым годом, хочется вспомнить слова святителя Леопана Запорника, который рассуждал любви здесь на следующем образом, что когда наступает Новый год, мы стараемся забыть Старый год и ждем, что как раз-таки Новый год принесет нам радость, принесет нам счастье и меньше скорбей. И поэтому святитель говорит, что праздник обрезания, он должен быть связан с обрезанием нашего сердца, с ограничением нашей греховной жизни, потому что вот год проходит, поступает Новый, но жизнь наша порой ничем не изменяется, мы не становимся лучше. Но если мы стараемся угодить Богу, если мы стараемся исправить наши страсти, то мы тем самым приближаемся к Господу. Помоги же нам действительно стать ближе к Христу, любить наше сердце Господу, чтобы этот год, который начался, был для нас святым, и чтобы мы были святы перед Богом. Аминь. Спасибо, Господу. Судья Твоя и благослови достояние Твое, и любовь и благослови достояние Твое, и что мы не поменем, и чтобы мы были святы перед Богом. Достоймое достояние Твое, и отмечу Свод Твое, и боже, научи к Досте, есть и вновь душим бездействий, что на вечерсти я не еще обратил детей, ПЕСНЯ 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 с постами быть и пастырями, да всеусердно просвещай и утверждай в правой вере словесные стадо Христова. И спроси о милозердных святителю от Отца Светов и всем всякий дар, кое-муждо благопотребен, младенцам благое страсти Божьим возрастания, юным целомудрием, старым и немощным укреплением, скорбящим утешением, недугающим исцелением, заблудшим уразумлением и исправлением, обидимым заступлением, теротанным завистом защищением, искушаемым, благодатным уможением, отшельшим от сего временного жития, отцам и братьям нашим, блаженное упокоение. Ей, Святче Божий, призри милостивно от обителей горьких, на нас смиренных, с многими соблазнами и напастьми обуреваемых, из земли приверженных возведи к высоте небесной. Преподавши нам предлаги, Отче, Твое архипастерское и святое благословение, да он им осеняеме все новое лето и во всем прочее время в жизни нашей, в мире и покаянии, и послушании святей православной Церкви, в Пожеве, в заповеди Христовы усердно творящих, подвигом добрым веры подвязающихся, и так вот Царствие Небесное достигнем, и держа с Тобою, и всеми святыми, в подобии Троицу Святую Единосущную Иератейную, иди и славите во веки веков. Аминь. Величаем, величаемся, Святителю Отче Василие, Истин Святую Отчествою, Ты помолишься за нас, Христа Бога нашего. Господь нас, Господи, Госпож вечер, meinen благо, ην entr upовала, я идух с Новым 261 месяц, olasу жизни осталось с историей, с Новым 222, и славей десятью, и все весенне доброе, и все весеннеこчай да благо, и все весенне доброе, и все весенне небесо, Субтитры подогнал «Симон» Сегодня у нас целый букет праздников, сегодня и воскресный день, и сегодня праздник, великий праздник обрезания Господня и память святителя Василия Великого, да еще и в народе люди празднуют Старый Новый Год, вот так вот происходит. Поэтому я всех вас поздравляю с праздником. И, конечно, сегодня, как и в предыдущие дни после Рождества Христова, все православные христиане празднули пришествие в мир Христа Спасителя, продолжали размышлять об этом величайшем событии. И мы понимаем, что в Церкви, которую основал Сам Господь наш Иисус Христос, все совершается по промыслу Божьему. И надо сказать, что не только в Церкви, но и в Ветхозаветной истории Господь никогда не оставлял мир свой. И Господь желал всем людям спасения. Но Ветхозаветные люди не все могли принять то, о чем говорил Господь через своих пророков. И сегодня, иногда вспоминая праздник обретения, кто-то говорит, что это установление правоца Авраама. На самом деле это заблуждение. Не Авраам установил обрезание, а Господь установил этот обряд, обрезание. Все совершается по промыслу Божьему в мире всем. И Господь так установил, чтобы призвать свой избранный народ хранить предания о пришествии и пророчества, о пришествии в мир Спасителя, Мессии, который должен был прийти и избавить человека от греха, зления и смерти, спасти человека. И Господь вел израильский народ через многие-многие испытания и искушения. И преданный Богу израильский народ сохранил веру в Мессию. И вот сегодня, когда мы празднуем обрезание, то, наверное, многие обращают внимание, что в этот день, особенно если он попадает в воскресенье, то даже и отпуск воскресный почему-то не праздничный, да и праздник увеличания не поют. Но как-то вот он проходит не так, как другие великие праздники. И это совершенно правильное замечание. Праздник обрезания, как сегодня, так и до скончания века, будет являться праздником в православной церкви. Но поскольку он имел самое непосредственное отношение к боговоплощенному бландецу, Христу Спасителю, то он навсегда останется в праздниках в православной церкви. И будет свидетельствовать о том, что Христос Спаситель был истинным человеком. Не мифическая личность, не анорфная, а полностью он принял человеческое естество за исключением греха. И только осознав и поняв это, мы можем понять, в чем же смысл тогда пришествия Христа Спасителя. Если бы он принял какое-то эфемерное человеческое естество, зачем тогда было спасать человечество? Если бы он не совершил этого величайшего события, если бы он не принял человеческое естество и не довел его до совершенства, тогда зачем страдать было ему на Христе? А он принял наше человеческое естество, плоть нашу, тело человеческое, и довел его до совершенства. Вот это событие остается и будет оставаться в жизни нашей Церкви до скончания века. И праздник обрезания будет свидетельствовать о том, что Иисус был истинным Богом и истинным человеком. Вот это чрезвычайно важно, и это останется на все времена до скончания века. Чтобы люди поняли, что Сын Божий в полноте принял человеческое естество и, приняв его, довел до совершенства. И тем самым он положил путь ко спасению каждого, кто живет и будет жить на земле человек. Сегодня мы вспоминаем и евангельское повествование, которое Церковь нам предложила на Божественной Литургии, и память святителя Василия Великого, о котором мы говорим, что это был мудрый человек, умудренный жизненными опытом и обогащенный знаниями. Вот о нем говорят, что он получил такое знание, такое понятие жизни, богач знаний его, как один из описателей его жизни говорил, перегружал человеческое естество в святитель Василий. Если он и что-то знал, если он был погружен в какую-то тему, то до самой глубины он знал и богословие, и философию, и экзегетику, и другие науки, которые были доступны в то время, он был совершенен во всех науках. Но это он получил благодаря мудрым учителям, у которых он получал это образование. А вот, оглядываясь на евангельское повествование, которое сегодня церковь предложила нашему вниманию, вспомните об этом, как Матерь Божия, обручник Иосиф и Иисус пошли в Иерусалим на праздник Пасхи. Помните, да? Я не буду пересказывать, но вот деталь такая. Множество людей приходили на праздник Пасхи в Иерусалим, поскольку это был главный храм в Иерусалиме, в Палестине. А потом все множество людей расходились по своим домам. И вот, когда уже день склонился к вечеру, то Пресвятая Богородица и Иосиф обручник стали помышлять, а где же Иисус, а Его нету. Искали, искали, не могли Его найти. И возвратились в Иерусалим. И только на третий день Его нашли сидящего в Синагоге и общаясь с теми, кто был в это время в Синагоге. А там были и книжники, и фаисеи, и мудрецы собирались для того, чтобы, читая, обсуждать Священное Писание Ветхого Совета. И все те, кто слышали вопросы, которые задавал Иисус, ведь Ему-то было всего немного, 12 лет от родов, а Он удивил всех своей мудростью. Действительно, юноша, а удивил всех своей мудростью. И когда Пресвятая Богородица с обручником увидели Его, то говорят, ну что ж ты сделал с нами? Ну вот уже третий день тебя ищем, а ты вот здесь пребываешь. Ну как ты вот нас всех обидел? И Он ответил такими словами, которые не поняли. И сидящие в Синагоге, и даже Матерь Божия, и обручник, и Иосиф не поняли, о чем идет речь. А Он говорит, а разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что заповедовал мне Отец мой? Не вместилось это то в сознании у людей. А Пресвятая Богородица все это слагала, как говорит евангелист, в сердце своем. И Он, послушав Матерь Свою, пошел с ними и пребывал до совершеннолетия в доме, послушая, возрастая духом. Вот о святителе Василии мы говорим о том, что Он получил образование прекраснейшее. Обучался у великих мудрецов века сего. А о Христе Спасителе ничего не говорится. Где Он учился? Кто был у Него учителем? А Он не нуждался в этом. Потому что Бог сошел на землю. Иисус – это Сын Божий. Это Христос. Он не нуждался ни в чем. Он Сам творец видимого и невидимого мира. Он источник жизни. Он источник мудрости. И Он не нуждался в каком-либо дополнительном образовании. Но, подчеркивает Евангелист, Он был в послушании у своих родителей до совершенного возраста. А вот совсем не пройдет немного времени, и мы будем праздновать Крещение Господне. И тогда раскроется то, о чем Христос Спаситель тогда в те юные годы говорил. И когда пришел на Иордан хреститься, то Он сказал Иоанну, «Надлежит нам исполнить всякую правду». И в этом случае промысел Божий действует в мире. Как в те далекие времена, когда Господь повелел Абрааму обрезать всех детей мужского пола, так и до сегодняшнего дня в Церкви действует Дух Святой и руководит Церковью Сам Господь наш Иисус Христос. И все, что происходит в нашей жизни и в нашей Церкви, все происходит по воле Божией. И, конечно, сегодня мы, как и в предыдущие дни праздника Рождества Христова, размышляя об этом величайшем событии, рассуждая об этом, приходим только лишь к одному заключению. Во всем видится промысел Божий. И хочется постоянно восклицать «Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему во веки веков!» Не случайно ангелы, видя родившегося в Ифриеме Христа Спасителя, воспевали слава Вышней Богу и на земле мир в человечестве благоволения. И мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня празднуем это событие, обрезание Господне, понимаем и осознаем, что Господь по промыслу Божию, совершив над младенцем обряд веткозаветный, положил во Христе основание нового таинства, которое существует до сегодняшнего дня и будет существовать до скончания века. Это крещение. Крещение, которое вводит каждого человека в Церковь Христову и дает возможность через следующее таинство, миропомазание, испросить у Бога благодать Святого Духа, дар Святого Духа, который укрепляет каждого человека на жизненном пути. А тот, кто пытается познать божественный промысел, тому Господь дает эту возможность. И, оглядываясь на историю нашей церкви, мы можем свидетельствовать, как множество людей, которые, может быть, не получили какого-то особого образования, как, например, преподобная Мария Египетская. Мы знаем о том, что она была необразованная, а подвязаясь к подвигам добрым, очищая свое сердце от всякой скверной нечистоты, сподобилась такой мудрости, о которой, может быть, мечтает каждый живущий на Земле человек. Она никогда не читала, неграмотная была, никогда не читала и не знала грамоты. Она со старцем, беседуя, цитировала Священное Писание. Правда? Вот откуда это такое? Да, конечно, откровение Божие. И апостол Павел, он об этом говорил в своих посланиях, о том, что он действительно не был с апостолами и с учениками во время жизни и проповеди Христа Господня. Он никогда не видел Иисуса, он никогда не общался с Ним. Но потом, проповедуя Евангелие, он говорил, что мне открыл Евангелие Иисус Христос через откровение. Я получил это знание и об этом вам всем говорю. Так что есть путь Богопознания другой. Не через мудрецов, не через профессоров или ученых людей, а через подвиг личный, через очищение своей души и тело всякой скверной нечистоты, через чистоту душевную можно познать Бога и мудрость Божественную. И вот рассуждая и размышляя об этом, мне в этот праздничный день хочется пожелать, чтобы Господь помогал каждому из нас на нашем жизненном пути, чтобы мы, оглядываясь на историю нашей Церкви, черпали только нужное, полезное, доброе, спасительное для каждого из нас. Ну и как мы сейчас просили святителя Василия, чтобы он умудрил каждого из нас, чтобы архипастырю он умудрил на служение своей пастры, чтобы пастыря он созделал добрыми, пастырями овец христиан православных, чтобы старых он поддержал немощи, чтобы больных он укрепил, поддержал их страдания, чтобы младенцам он помогал возрастать духом, и чтобы все мы стремились стяжать благодать Святого Духа. И мы с вами, вступая уже в новый календарный год, пожелали друг другу сегодня многое лето, я всех вас поздравляю, кто празднует Новый год и по старому стилю, но для нас совершенно без разницы, что старый, что Новый год. Главное, чтобы мы понимали, как быстро течет время, что по старому стилю, что по новому, а время все равно летит очень быстро, и чтобы мы стремились всегда жизнь свою проводить таким образом, чтобы ни одного дня не проходило без исполнения каких-то добрых дел. Вот если мы будем так проводить дни своей жизни, тогда мы с вами будем на правильном пути. И, конечно, Господь дарует нам возможность совершать добрые дела. И поэтому мне хочется пожелать, чтобы Господь по молитвам Святителя Василия Великого укрепил всех нас на нашем жизненном пути и помогал нам проходить достойно звание свое христианское в нашей жизни. Аминь. Балайся, Дескута. Дорогие братья и сестры, у меня сегодня еще есть одна очень приятная миссия, и я хотел бы ее выполнить. В прошедшем году мы праздновали 100-летие со дня возрождения патриаршества в Русской Православной Церкви и 100-летие со дня избрания патриархом московским и всея Руси митрополита Тихона. И вот вознаменование 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Один из клиников нашего кафедрального собора, братерей Игорь Латушка, удостоен юбилейной медали Русской Православной Церкви в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Кирилл, патриарх московский и всея Руси. Достоин! Достоин, достоин, достоин! Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ознаменовании 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви секретарь Минской епархии лирик Святодухово-Кафедрального собора города Минска братерей Андрея Волков удостаивается медали Русской Православной Церкви. Достоин! Достоин, достоин, достоин! Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ознаменовании 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви лирик Святодухово-Кафедрального собора города Минска руководитель службы протокола Белорусской Православной Церкви братодиакон Владимир Назаров подостаивается юбилейной медали Достоин! Достоин, достоин, достоин! Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ознаменовании 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви рейкин Тархерейского хора Святодухово-Кафедрального собора города Минска Соболевский Виталий Иванович награждается юбилейной медалью Достоин! Достоин, достоин, достоин! Достоин! Ну вот от всех от нас, хотя я Виталию все время говорю, Виталий, мы когда выходим на славление, мы поем величание, потом вы повторите еще раз, пока я скажу, приложу и не слышу. Нормально? Спасибо, спасибо Господу вас за пение ваше. Я думаю, что благодаря такому пению мы и приходим сюда в храм, потому что нам здесь хочется молиться, нам хочется возносить свои молитвы, поэтому я хочу всех поблагодарить и наших лириков Святодухово-Кафедрального собора, и регентов, и певчиков. Спасибо, Господи, всех вас за ваше пение. И, дорогие братья и сестры, всех вас благодарю за ваши святые молитвы. Все вместе, едиными устами и единым сердцем мы в этом соборном храме славим и благодарим Бога. И дай Бог всем нам крепкого здоровья, доброго настроения, чтобы наступивший Новый год был для каждого из нас мирным и благополучным. И пусть Божие благословение сопутствует всем нам в предстоящем новом календарном году. Спаси, Господи, всех вас. И слава и седескута. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас в праве тела и во спасении души. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!